В швейной мастерской Владимирского технологического колледжа студенты отложили в сторону лекала модной одежды. Теперь здесь осваивают производство медицинских масок. Студентка четвертого курса Жанна Кирьянова уверена, учащиеся колледжа могут внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Мы изготавливаем два вида масок. Это марлевые с ватой и второй вид масок – это тканевые. Чем удобны эти маски, их можно стирать и многоразово использовать. Мастер производственного обучения Светлана Хмелевских говорит, что идея о временном переходе швейной мастерской на медицинские рельсы буквально витала в воздухе с момента поступления первых сообщений о случаях заболеваний в России. Сложности в организации производственного процесса у педагогов не возникло. Вата и марля есть и в аптеках, и в магазинах, где продаются ткани. Хотя о массовом производстве масок речи не идет. Мощности колледжа не сравняются с возможностями фармкомпаний. Если учитывать наш учебный рабочий день, то одна швея, одна ученица, студентка в день может за три пары примерно изготовить 20 масок. Директор колледжа Людмила Сребродольская считает, что если не возникнет проблем с поставками исходных материалов, учебная мастерская сможет обеспечить бесперебойный выпуск медицинских масок до 200 штук в день. Для этого в колледже готовы задействовать все швеяные машинки и раскроечные столы. У нас созданы реальные условия, реальные мощности производственные для того, чтобы при необходимости осуществлять раскрои, выпуски и изготовления, ну вот то, что сейчас особенно необходимо, масок многоразового использования медицинских. Студенты колледжа пока не перешли на дистанционное обучение. Посещаемость в учебном заведении остается на прежнем уровне. В случае обострения эпидемиологической ситуации изготовленные медицинские маски как минимум защитят от вируса студентов и педагогов. Ирина Очерова, Павел Новиков, Андрей Беляков. Губерния 33.